Вот приближается 4 ноября, день национального единства. И я сразу, так сказать, поймите меня правильно, я вспоминаю геополитическое пространство, именовавшееся Советским Союзом. Как бы к тому времени мы не относились, а я не сторонник прежнего режима, далеко, но как бы мы не относились хорошо или плохо к тому времени, все-таки вот то, что называл Союз Советских Социалистических Республик, все-таки вот это набившее в свое время оскомину понятие дружбы народов, вот убейте меня, оно существовало. Оно существовало. Я знаю, как можно, мы приезжали в Грузию, на Кавказ, сюда приезжали, мы дружили, мы общались, мы выпивали, мы обедали, мы женились, мы выходили замуж. Вот это была дружба. Не было вот этого, не было никакой антипатии тогда. Дружба была настоящая, действительно. Вот сейчас, когда началась эта борьба за суверенитеты, когда распался Советский Союз как государство, когда осталась Россия со своими национальностями внутри, вот этот вирус суверенитетности, он очень опасен. Для тех республик, которые стали самостоятельными, он сыграл свою роль, потому что выросла так называемая национальная гордость, самосознание. И в каждой такой нации есть ощущение собственного превосходства над другими. Точно так же, как, скажем, если бы Россия была единорусским государством, то и у всех, считающих себя русскими мастуральными по крови, тоже было бы ощущение, что мы самые высокие в мире. Вот это самое страшное. И День национального единства для меня сегодня, к моему великому сожалению, выглядит несколько искусственным и надуманным. И я очень опасаюсь, чтобы в этот День национального единства не пролилась бы кровь на улицах городов.